Майкл, рады приветствовать вас в этой студии. Мы очень давно пытались организовать эту встречу, и вот наконец это произошло. Приурочен наш с вами разговор к выходу вашей книги «От холодной войны к горячему миру». О ней и о многом другом мы будем сегодня говорить. Вы вот сами свою книгу по жанру определяете как трагедию. Почему все происходившее в американо-российских отношениях на сегодня выглядит как трагедия? Я называю это трагедией, потому что действительно это книга о надеждах, которые были в 80-е, начало 90-х. Когда я только начал ездить в Советский Союз, был здесь студентом, какое-то время работал и сотрудником правительственной организации был. Люди забыли, по крайней мере мои студенты в Стэнфорде забыли, что был какой-то момент, когда мы думали, что холодная война закончилась, и Россия будет частью демократического Содружества государств, Европа будет объединенной, свободной. И один из моих коллег в Стэнфорде, Фрэнк Пакуяма, даже написал книгу, которая называлась «Конец истории», потому что мы думали, что идеологическая борьба между демократией и другими формами государственного правления закончила. И я, честно говоря, с энтузиазмом относился к этому. Я думал, что это гигантская победа. Не только победа для Америки в холодной войне, я думаю, что это на самом деле ошибка так считать, но победа для всех, в том числе для многих моих российских друзей и друзей во всем Советском Союзе, которые были готовы к этому новому миру. Я считаю это трагедией, потому что это так не сработало. И сегодня у нас конфронтация с Россией, с Владимиром Путиным, и есть определенное противостояние экономическое, военное. И, конечно, это немножко ощущение такое, как будто это холодная война, хотя я называю это горячим миром. Конечно, это не то, на что я рассчитывал, надеялся через несколько десятилетий после распада Советского Союза. В определенный исторический момент вы находились в самом центре попыток создать конструктивный климат в отношениях с Россией. Что вы сейчас, по прошествии времени, считаете вашими главными ошибками в тот момент? С американской стороны. Я считаю, что если подробно рассмотреть все это, что сделали американцы, что сделали Россия, и здесь, конечно, это все взаимно, на взаимной основе должно быть сотрудничество. То есть это сложная история, именно поэтому книга такая длинная, то есть нельзя тут все так суммировать в одном каком-то твите. Вот, в сущности, самая главная ошибка, которую американцы допустили, это действительно мы не поняли тогда, в 1991-1992 годах, на самом деле, какой огромной задачей будет построение демократии и рыночной экономики после 70 лет коммунизма. Мы немножко считали себя триумфаторами после этой холодной войны, считали, что это будет естественный процесс. Я считаю, надо было задействовать больше ресурсов, больше внимания уделить этому процессу, и это была критическая ошибка. Мы сделали это после Второй мировой войны, и мы в Германии, в Японии, потому что мы считали, что это в стратегические интересы Америки, чтобы те страны консолидировали демократию и стали частью нашего альянса. В России мы этого не сделали, отчасти потому, что люди говорили, ну, знаете, сейчас, теперь мы, когда мы победили, следует сосредоточить внимание на Америке, но мы забываем об этом. Вот Света Трамп говорит, Америка превыше всего, но даже кандидат Клинтон, перед тем, как он, когда он сбаллотировался в 1992 году, он говорил, что это экономика, тупой. И он говорил, что сосредоточить внимание на Америке, а не на зарубежье. И еще одна причина, потому что не было противника к Востоку от России. Помните, во Второй мировой войне был противник к Востоку от Германии, это Советский Союз, и мы боялись, что Германия попадет под влияние Советского Союза, и поэтому мы так много всего сделали. Но сейчас такой угрозы не было, я думаю, что мы как бы ослабили свое внимание, и это ошибка была. С российской стороны есть, конечно, взлеты и падения, какие-то плюсы и минусы, война в Ираке, война с Сербией. Конечно, мы можем это подробнее обсудить, но важнее, я не думаю, что это главные причины, потому что после всех этих потрясений 90-х и 2000-х, был период определенной перезагрузки, когда я начал работать при администрации Обамы, и несколько лет у нас действительно было реальное сотрудничество по целому ряду вопросов. Мы как бы пережили, оставили позади эти тревожные времена, но эта перезагрузка закончилась. Мы не меняли политику, мы на самом деле продолжили. Но по двум причинам все изменилось, то есть сочетание двух факторов. Первое, это Владимир Путин вернулся в качестве президента, и он, его не интересовало вот это вот, он, чтобы это было выгодно для всех, как Барак Обам. Он относится к миру более как такая игра, где или-или, кто кого. То есть, и если это плюс два для Америки, значит, это минус два для России, с его точки зрения. Второе, как раз когда он баллотировался в президенты, в то же самое время было выборы в парламент, помните, в 2011 году они были фальсифицированы, но на этот раз эта фальсификация стала известна, о ней населению, там, ВКонтакте, смартфоны, твиты и так далее. И начались массовые демонстрации на улицах Москвы и других городов. 10-50 тысяч человек там, сотни тысяч человек выходили на улицу, и последний раз такое было, столько людей на улицах, это в 91-м году, после падения Советского Союза, когда была смена режима в Советском Союзе, и Путин, он пытался подавить все это. Именно тогда он объявил их врагами России, говорил, что они марионетки, поддерживаются Западом, Америка, Обама и мной. И мы пытаемся устроить революцию в России. Я думаю, что это было такой точкой переломной. И, то есть, также люди ходили на демонстрацию в Киеве, и привело это к свержению того правительства, а потом аннексия Крыма, вы знаете, поддержка сепаратистов на востоке Украины. Это был конец эры после Холодной войны. Справедливо было бы сказать, что Путин никогда не был заинтересован в сотрудничестве с США? Нет, нельзя так сказать. И я в книге своей пытаюсь показать, что это более сложный вопрос. Он закончил юридический факультет, но потом он прошел через КГБ, у него ментальный менталитет КГБшника. И, конечно, он думает о нас как о соперниках. И я сидел с Путиным, буквально как мы сейчас с вами сидим, и я слушал, что он как-то объяснял свою точку зрения на мир президента Обамы. И то же самое он говорил бы сейчас. То есть, можете мне не верить, прочитайте. Но есть один момент. Он не всегда был так вот зациклен на том, что он хочет сделать, как сейчас. Когда он только стал президентом, помните, он случайно стал президентом, и его ниоткуда вообще вытащили. Борис Елцин его продвинул. И это миф о том, что огромная поддержка Путина, его националистические идеи, это неправда все, конечно. Все это миф. Я помню это прекрасно. И тогда он действительно прислушивался к людям более внимательно. Он всегда боялся демократических институтов, опасался, и это ясно. И с самого начала он начал закрывать телеканалы и так далее. Но, говоря о рыночной экономике, о связи с Западом, это был более эволюционный процесс. Особенно в феврале я 2000-го года был в Лондоне, интервью с BBC. И его спросили насчет НАТО. И он сказал, может быть, России следует вступить в НАТО. И именно так он сказал. 11 сентября 2001 года, ужасный день в истории Америки, в истории мира, Путин был одним из первых президентов, который позвонил Джорджу Вушу и сказал, у нас общий враг, терроризм, и мы можем, будем с вами сотрудничать. Он действительно нам помогал, и помогал проводить переговоры об открытии авиабаз в Узбекистане, в Кыргызстане, помогал, когда мы воевали в Афганистане. Потом, конечно, он стал более разочарован в администрации Буша, и у нас была действительно такая важная встреча с ним, когда впервые Обама с ним встретился. В июле 2009 года мы были в Москве, мы были на его даче, где-то три часа за завтраком мы разговаривали. И тогда, во время этого разговора, он перечислил множество ошибок, с его точки зрения, которые мы совершили в мире, администрация Буша. Кстати, он действительно, ему нравился Буш. То есть, так называемое государство в государстве, но Буша ему нравился, то есть, администрацией ему не было довольны. Президент Обама выслушал все эти вещи, но когда он начал говорить об Ираке, Путин сказал, что это была огромная ошибка, американцы сделали стратегическую ошибку там, Обама сказал, что вы правы, я согласен с вами, и это была огромная ошибка, и я был против этой войны. И тогда, в тот момент, я почувствовал, что да, Путин действительно, как он думает, что может быть, этот новый парень будет вести себя иначе, а не так, как все остальные американцы. И это открыло такое окно возможностей для сотрудничества в ближайшие три года, но потом, когда вот это была массовая мобилизация, которая говорил, тогда он решил, нет, этот Обама и его люди, они, в общем, как остальные все. Насколько много в этой динамике, на ваш взгляд, завязано на личностях? Медведев обладал лучшими навыками для создания конструктивной повестки дня в американо-российских отношениях. Для Америки было верной стратегии рассматривать его всерьез, как человека, в чьих руках находится настоящая сила и контроль в этом смысле? Ну, это сложные вопросы. Первый проще, чем второй. И что касается первого, мой ответ – да. И я встречался с обоими этими президентами и премьер-министрами, соответственно, потому что они менялись местами. Я встречался с ними вместе с другими высокопоставленными лицами. И после пяти лет у меня сложилось твердое мнение, что действительно у них разные мировоззрения. По крайней мере, раньше так было. Я не знаю, что сейчас думает Медведев, потому что он как бы немножко в тени сейчас. Хотя он премьер-министр, но он не имеет такого значения. Но тогда, на самом деле, первая встреча была, я писал об этом в книге, первая встреча в апреле 2009 года Медведев Обама. Он был готов пойти навстречу Обаме, сделать шаг, и он говорил, что мы с вами молодые или более-менее люди. Мы поколение, которое выросло после Холодной войны. Нам не нужно уже вообще думать о Холодной войне и иметь такое мировоззрение. И он читал, в частности, статью по Гарвардскому юридическому факультету, который Обама редактировал. То есть у них было много общего. Они оба были такие спокойные, рациональные люди. И, конечно, без всякого сомнения, его личность помогла нам многое сделать хорошего из того, что мы сделали в плане отношений между странами, в частности, перезагрузка. И люди забывают. В частности, когда воздержались они в Совете Безопасности ООН относительно применения силы в Ливии, ни один из российских лидеров до этого этого не делал. То есть они пытались сотрудничать с Обамой. В то время Путин, который старше, старше на десятилетие целое, на целое десятилетие он больше прожил в Советском Союзе, бывший КГБшник, вы знаете. И даже какие-то нюансы, небольшие нюансы, как они говорят по-русски, вы знаете, по-разному, да? Медведев, более такой, больше нюансов его речи Путин, более так это прямо говорит. И я думаю, что есть определенная такая проблема еще. И я отвечаю на ваш второй вопрос. Некоторые люди критикуют нас за то, что мы очень удалили внимание Медведеву, а не Путину. Ну вот реальная история. Медведев был президентом тогда, и приходилось иметь с ним дело, конечно. И когда в Генассамблее ООН, он присутствовал, Большая Восьмерка, саммит ОПЕК в Сингапуре, он там. Путин где-то дома в стране. То есть у нас не было возможности поговорить с Путиным. И даже я придумал предлог один, чтобы поговорить с Путиным. Потому что у нас была эта проблема, и мы хотели узнать его позицию, потому что мы всегда считали, что он принимает все решения окончательные. Просто позвонить ему по телефону, это было бы, конечно, невежливо по отношению к Медведеву, потому что по Конституции он все-таки заведует внешней политикой. То есть у меня была такая идея сумасшедшая. Путин эксперт по Олимпийским играм, конечно. Ну, вы понимаете, этот человек обеспечил, организовал Олимпийские игры в Сочи, он знает обо всех этих деталях, в этом разбирается. Хорошо, моя идея тогда в 2009 году заключалась вот в чем. Мы старались, мы старались, чтобы Олимпийские игры были, стояли в Чикаго. И я сказал, давайте позвоним Путину и обратимся с советом. Обама позвонил ему и спросил совета, как выиграть эти, чтобы заявка победила на эти Олимпийские игры. Ну, Путин обо всем подробно рассказал, потому что он хорошо разбирался в этой теме. И в конце он сказал, кстати, ну у вас нет вообще возможности, это уже бразильцы практически победили. И потом президент так это сказал неожиданно, пока мы на телефоне, я хотел небольшой вопрос задать насчет Ирана и санкций, потому что тогда как раз мы усиливали санкции в отношении Ирана. И Путин сказал, вы знаете, может вы не знаете нашу систему так хорошо, но по нашей системе президент отвечает за внешнюю политику, а не полномерный министр. И тогда произошло, это было 5 утра, и потом я обедал с Медведевым, и он говорит, я передам трубку Медведеву как раз президенту. И он передал ему трубку, там же прямо, и мы в овальном кабинете, президент на телефоне, смеется, смотрит на телефон, и это был сигнал такой для нас, что пока Медведев президент, как вот будут отношения развиваться. Сейчас, 4 президентских срока спустя для Владимира Путина. На ваш взгляд, у Медведева есть шансы опять стать преемником? Вы знаете, я не особо внимательно слежу за вещами, как раньше. Я в Россию не езжу уже, потому что меня в сенсационный список включили. Я уже целый ряд лет там не был, на самом деле я в России уже 4 года не был. Я в хорошей компании в этом списке, бывшие послы. И последний посол, которого не пустили в Россию, это был Джордж Кеннон. Но не следует, конечно, шутить, я действительно с грустью отношусь к этому, потому что у меня там много друзей, я хотел бы вернуться. Я думаю, что это маловероятно, что Медведев вернется в качестве президента, потому что я думаю, что он разочаровал множество своих сторонников тогда, в 2011 году, когда он не баллотировался. Был у него выбор или нет, я не знаю, вряд ли он был, но хотя бы, тогда они поменялись местами в сентябре 2011 года. Но я помню то время очень хорошо, и некоторые люди хотели, чтобы он баллотировался, просто продемонстрировать, чтобы он мог быть соперником реальным. И он, конечно, проиграл бы эти выборы Путину, но он хотя бы продемонстрировал бы, что он человек убеждений, и люди, я действительно много людей знаю, которые близки к Медведеву, бизнесмены, которые его сильно поддерживали, и они все были разочарованы, что он не попытался тогда. Санкционная активность сейчас находится на пике. Вы уже давным-давно в России в санкционном списке. За что вас туда определили? Как мне сказали официально, и иногда неофициально, мне говорили об этом после того, как Путин аннексировал Крым, и когда начал поддерживать сепаратистов в Востоке Украины, администрация Обамы наложила санкции на несколько сопоставленных лиц, в частности, глава администрации Кремля Сергей Иванов. Россия всегда отвечает взаимностью, вы знаете, кто-то, мы включим каких-то американцев в консионный список, и меня туда включили. И они делают немножко по-другому, хотя мы обычно объявляем, кто в таком списке, российское правительство об этом не объявляет, то есть догадывайтесь сами. Только в 2016 году, когда я планировал посетить Россию, опять-таки, я... Это уже было после выборов 2016 года. Конечно, я поддерживал своего бывшего босса, Хиллари Клинтон, и некоторые из нас, которые были связаны с компанией, думали, что в этот период, какой-то переходный период, пока все перед выборами, мы съездим туда... Ну, конечно, мы проиграли, но мы планировали заранее, мы были в Германии, в Киеве, в Москве, то есть я обратился за визой. И так произошло, что как раз посол Кисляк выступал в Стэнфорде, я его принимал там, и это человек, с которым я очень тесно сотрудничал, я считаю, что это очень хороший дипломат, несмотря на все вещи, которые о нем говорят, мы к этому, может быть, вернемся еще. Но тогда он мне сказал, Майкл, знаете, Майкл, вы на этом списке, и мы надеемся, что однажды вы отмените ваши санкции в отношении наших людей, и мы с удовольствием, конечно, исключим вас от этого списка. Он сказал мне официально, как представитель России официальный. Неформально, неофициально, Мария Захарова, пресс-секретарь МИДа, она сказала такие вещи более такие, более прямо сказала, мы никогда не пустим Макфолла сюда, потому что он врат России. И я не считаю себя врагом России, но, вы знаете, это довольно удивительно. Я не чиновник, я сейчас, я не олигарх, я не миллиардер, я профессор Стэнфорда, однако по какой-то причине они не хотят, они боятся, чтобы приезжал в Россию. Когда вы были послом в России, российское государственное телевидение обвинило вас в поддержке протестов в стране. Сейчас мы стали свидетелями новой волны российских протестов. Как бы вы сравнили динамику протестной активности тогда и сейчас? В каком направлении все это будет развиваться, на ваш взгляд? Да, сначала об истории, хорошо, что вы упомянули это, потому что много говорят в Америке в последнее время о дезинформации, о фейковых новостях, троллях, ботах и прочих делах. За несколько лет, перед тем, как я лично испытал это, такие атаки на меня. Они на вас, вероятно, начали тренироваться. Да, именно это я хотел сказать, совершенно верно. Они использовали эти методы внутри России и потом начали экспортировать их и использовать их, в том числе во время наших выборов, 16-го года, и довольно искусно действовали. Я честно вам скажу, что то, как они это делали, они все подготовили хорошо. А Михаил Леонтьев, один из комментаторов, знаете, у него было большое выступление насчет меня, еще до того, как я вступил в должность даже посла. И он говорил об моих экономических работах, а потом что-то поменял, там, одно или два слова, чтобы исказить то, что я говорил об Обаме, что я говорил, что я пытаюсь там способствовать революции. Все это время, пока я был послом, об этом говорили. Но я хочу сказать для протокола, это не было моей задачей. Я там был для того, чтобы продвигать перезагрузку, а не для того, чтобы разжигать революцию какую-то. Я не вступал в заговор какой-то, я не знаю, с оппозицией, вообще с Навальным даже не встречался. Ну, может быть, там, если вы смотрите СМИ, то можно было подумать, что мы все время встречаемся. На самом деле, только один раз за два года я видел его в реальной жизни. Мы оба были, нас пригласили тогда на 20-ю годовщину московских новостей, газеты, и он там присутствовал, был, за другим столом сидел, я там был. Это единственный раз, когда я физически его, на самом деле, видел, пока я был послом. Теперь вторая часть вашего вопроса. Это интересно, интересно. Я думаю, что люди должны понимать, что протесты сегодня в России дорого обходятся людям. Это не так просто. И именно поэтому количество людей, конечно, меньше, чем тогда, когда я был послом. Но протесты растут, интенсивность растет, и две вещи действительно удивительные для меня. Первое, это 85 человек в Якутске на прошлой неделе были арестованы. Не в Москве, не в Питере, а в Якутске. Это, на самом деле, необычно. И второе, и вы видели фотографии, тоже я уверен, 12-летние пацаны их арестовывают. И, во-первых, почему правительство, вообще, для меня это как-то странно, что арестовывать 12-летних, ну, чтобы, может быть, других запугать, а не знаю, их. 12-летние люди, молодое поколение, и данные опросов это подтверждают, что, конечно, растет недовольство положением вещей сейчас. Разные версии по поводу того, каким будет новый срок Путина. Есть даже мысль, что он может стать реформатором. Вы можете себе представить Путина-реформатора? Ну, очевидно, я не знаю, Путин и я, мы не друзья по Фейсбуку, а мы, хотя, может быть, мы и друзья в Фейсбуке, я не знаю, может быть, какие-то мы используем псевдонимы там, я не знаю, может быть, Путин троллит на моих страницах, я не знаю, я просто шучу, конечно. Удивительно, сколько россиян, в том числе бизнесмены и другие, до сих пор со мной говорят, беседуют в Палу-Альто. И я слышал все эти слухи. И пока это не выглядит так, что вот какие-то изменения серьезные в плане реформ правительства, и у него были возможности, и назывались какие-то люди, но мне это не сигнализирует о том, что какие-то реформы намечаются. Однако, он, конечно, может поменять свою политику, потому что он настолько влиятельный человек, он может действительно развернуться на 30-60 градусов. И он может. И когда я был послом господина Ушаков и его советник по национальной безопасности, всегда напоминал мне об этом, что в отличие от Медведева, который ограничен системой, Путин ничем не ограничен, и он может делать, что хочет. Но пока нет, ничто не свидетельствует об этом. И говоря о внешней политике, я также скептически отношусь к этому, потому что чем старше вы, тем более, так сказать, вы утверждаетесь в твоем мнении, и он сейчас у власти уже почти два десятилетия. Что происходит, когда человек прекращает как бы слушать людей, он уже не ставит под сомнение свои решения. И я наблюдаю это насчет Путина. Человек не слушает уже никого практически. И я надеюсь, что он изменится, но я думаю, что можно начать с Украины. Это было бы, конечно, очень важным для остального мира, но я боюсь, что вряд ли он изменится. Если говорить о текущей ситуации в отношениях России и США, в вашей книге вы пишете, Россия помогла Трампу с выборами. А как Россия вообще стала такой всемогущей? Мы не упускаем здесь из вида проблемы в американской системе. Да. Хорошо, что вы задали этот вопрос. Я хочу очень конкретно на это ответить. А что мы знаем и что мы не знаем насчет этого? Во-первых, действительно ли Путин хотел, чтобы Трамп победил, а Клинтон проиграл? Конечно, да. По рациональным причинам весьма Трамп говорил какие-то вещи, когда был кандидатом, которые были в интересах российского государства. По определению Путина он сказал, что он отменит санкции, он сказал, что он подумает о признании Крыма, что он сказал, что НАТО потеряло актуальность. Он сказал, что ничего не говорил про демократию, правах человека. В то же время Клинтон по всем этим вопросам совершенно противоположная позиция. То есть рационально было поддерживать. Я также считаю, что... Я не могу доказать, но я также считаю, что у Путина было, конечно, личное, конечно, неприятность Клинтон. Когда она выступила с заявлением в декабре 2011 года, то эти выборы не свободные и не справедливые. Она критиковала выборы, и его это очень возмутило, конечно. Но я знаю об этом, потому что Медведев позвонил Обаме, я тогда еще работал в Белом доме, и Медведев не очень эмоциональный парень, но тогда он действительно эмоциональный. Я сказал, что она говорит от имени вашего правительства, потому что мы смущены ее заявлением. Хотел он, чтобы Трамп победил? Да. Старался ли он помочь Трампу победить? Ответ совершенно. Абсолютно. То есть нет никаких вопросов. И кражи информации, имейлы, Джон Подеста, Викиликс, информации. Господин Бортников, тогда председатель ФСБ, не звонил же Ассанжоу и не говорил, вот у меня целые тут имейлы, которые вы можете получить. Все гораздо тоньше было, конечно. Люди говорят, что российское правительство, ну они нам не звонили. Люди наивно полагают, что они недооценивают, насколько искусно действуют российские спецслужбы. И, кроме того, они использовали свои медийные платформы для поддержки Трампа и критики Хиллари. Когда вы видите твиты на спутнике, хэштег «жулик Хиллари», то, конечно, там ясно, кому они помогали помочь. И то же самое рекламы в социальных сетях, они размещали какие-то рекламные объявления. Люди даже приезжали сюда, в Соединенные Штаты, чтобы как-то повлиять на все это. И тогда были определенные направления, какие-то суррогаты, тоже, допустим, Наталья Весельницкая, ее антураж, вы знаете, чтобы встретиться с представителями компании Трампа. Якобы, мы не знаем еще точно это, это слухи может быть, но они обещали бросить компромат на Клинтон. И, конечно, они старались помочь компании Трампа. Они не звонили же компании Клинтона и не предлагали компромат на Трампа. Вот что мы не знаем. Во-первых, одно дело это намерение повлиять на выборы, другое дело действительно повлиять. И я сейчас хочу говорить с точки зрения политолога. очень трудная проблема социологии вычленить вот эту вот причинно-следственную связь того, что делали Россия, потому что множество факторов, которые не имели отношения к России. И здесь сотни миллионов людей, которые пытаются сказать, вот что они сделали, вот это вот, по этой причине Клинтон не победила. Это, конечно, трудно ответить на все эти вопросы. С другой стороны, еще мы не знаем о... Пока не знаем. Расследование Мюллера пока не закончено. Мы не знаем всего о... И мне не нравится слово «сговор», потому что это говорит о преступлении. Мы не знаем о заговоре каком-то, действовать сообща. Есть какие-то намеки, особенно в том, что касается денег, поддержки различных людей деньгами, но пока нету каких-то четких, каких-то конкретных фактов, которые доказывали бы такое сотрудничество, вплоть до заговора. В том, что касается намерений нынешней американской администрации в отношении России, по вашим ощущениям, ясное понимание направления такой политики существует или хотя бы формируется, или этим направлением пока заняться не успели? Я думаю, что есть, очевидно, две российских политики, скажем так. Они настолько талантливые, что там целых две политики. То, что не удалось вам в администрации. У вас-то только одна была. Нравится вам политика или нет, читайте книгу и судите. И читайте книгу, кстати, перед тем, как вынесете суждение. Люди, которые нам отвечают, в Твиттере, в Фейсбуке, в других сетях. Это сложная история, на самом деле. И изучите подробности, и я отвечу на все ваши вопросы, я обещаю. Но вот как бы я это описал. Администрация Трампа, у них очень довольно последовательная политика в отношении России, и я считаю, что это хорошо. Я считаю, что есть много преемственности после политики администрации Обамы. То есть основные вещи — наказать Россию за то, что они сделали на Украине, в отношении наших выборов, поддерживать Украину. Может быть, говоря о поддержке Украины, они даже зашли дальше, чем администрация Обамы. Президент Обама отказался оказывать летальную помощь, военную помощь, администрация Трампа это делает. И это в то же самое время президент Трамп сам часто говорит какие-то вещи, которые противоречат этой политике. У меня такое впечатление, что ему не нравится эта политика самому, и есть эти санкции, но они ему не очень нравятся, он не очень хочет это делать. Это создает путаницу относительно того, в чем заключается фактически политика. Те, кто сейчас работают в администрации президента, могут какие-то уроки извлечь из прочтения вашей книги? Да, да, пускай покупают книгу, дают ее почитать своим коллегам. Конечно, работая в Белом доме, конечно, это довольно сложная работа, а эта книга целых 500 страниц, поэтому трудно людям, конечно, найти время, чтобы все это прочитать. Но вы затронули более серьезный вопрос, на который я хотел бы ответить. Это мы, американцы, я заметил это, когда я была в правительстве, и мы не очень хорошо умеем учиться в правительстве. И другие организации собирают какие-то данные о том, что сделано, и учатся на основе этих данных, используют данные для обучения новых сотрудников. И меня удивило, когда я только начал работать в правительстве, что у нас этого не было, не было брифинга какого-то, допустим, какой-то информации, усвоенной уроки администрации Буша. Через целых 8 лет, почему бы им не было не описать в каких-то научных трудах, в каких-то статьях, или в каких-то, я не знаю, еще материалах, которые помогли бы нам работать, когда мы только начали работать в 2009 году. И поэтому на будущее я вот стараюсь именно в этой книге описать это, кодифицировать каким-то образом, как отношения между США и Россией в течение 35 лет, но также более конкретно, что сделала администрация Обамы, потому что я говорю там много, и с людьми говорю, обобщаюсь в Твиттере, собачка, как вы говорите, собачка, собака, собачка Макфол, у меня там Твиттерный аккаунт, можете почитать, что я там пишу, на русском и на английском. Но что меня удивило, удивляет, это консерваторы нас обвиняют, что у нас слишком нерешительная политика в отношении России, либералы, прогрессивные люди говорят, что мы слишком жестко относимся к России, именно поэтому отчасти я написал эту книгу, что с моей точки зрения описать всю эту ситуацию, и тогда люди уже могут сами судить, прочитав эту книгу. Но вот вы сейчас призываете вести более жесткую политику в отношении России. Да, да, трагично, к сожалению, я называю это сочетанием сдерживания и сотрудничества. Практически то, что мы делали во время Холодной войны, нужно противостоять каким-то действиям, когда Путин делает что-то возмутительное. Я считаю аннексия Крыма возмутительной. Я думаю, что с аннексиями было покончено после Второй мировой войны, но нет, это возвращается. Я считаю это ужасным решением, то, что он решил поддерживать Асада в Сирии, что практически погибло 500 тысяч человек, миллионы стали перемещенными лицами беженцами, я считаю неприемлемым для России, чтобы вмешиваться в наши выборы. У нас должно быть право выбирать собственного президента без какого-то постороннего вмешательства. И поэтому, по этим вещам, мы должны, конечно, противостоять. В то же самое время, параллельно, так, как и Рейган делал при Советском Союзе, мы должны сотрудничать с Кремлем, если это в наших взаимных интересах. Например, для меня, я считаю, что нам нужно пойти навстречу вновь России, допустим, сотрудничать в области контроля над вооружениями. Путин немножко объявил о целом ряде новых вооружений, но сейчас уже качественная гонка вооружений, в отличие от количественной, как во время Холодной войны. Я считаю, это очень важно. Давайте поддерживать диалог по этому вопросу и не увязывать это с нашими разногласиями по другим вопросам. Когда мы говорим о Холодной войне, мы всегда вспоминаем о том, что поскольку она длилась так долго, за это время успели сформироваться механизмы сглаживания самых острых ситуаций. По вашей версии, мы сейчас находимся в стадии горячего мира в российско-американских отношениях. Сейчас такие механизмы сглаживания в этом горячем мире есть? С моей точки зрения, недостаточно. Это замечательный вопрос. Это действительно пугает сейчас, потому что тут недостаточное взаимодействие, диалога между американскими и российскими чиновниками. Когда я работал в Белом доме, в 2009 году мы изобрели нечто, что называется двусторонняя президентская комиссия. Целью этой комиссии было усилить диалог и более тесную взаимосвязь между различными государственными ведомствами правительства США, Министерством торговли, Министерством обороны, Агентства международного развития США. У нас была рабочая группа по гражданскому обществу. Я был ее сопредседателем. Макфол Сурков. Может быть, мы недостаточно хорошо занимались этой работой, у нас были разногласия какие-то, но я многому научился тогда. Многому научился беседовать с Сурковым. И я считаю, твердо верю в то, как вышли дипломат, что были времена и будут времена, когда у нас будут разногласия по политике, по принципам, и неважно, сколько бы мы не поддерживали диалог и не общались друг с другом. Моей точки зрения, ошибка большая, грех даже, это когда конфронтация и какие-то разногласия основываются на плохой информации и неправильном представлении. Когда люди не говорят друг с другом, это происходит. сейчас очень мало взаимодействия между американскими чиновниками и российскими чиновниками. Я знаю, что посол Антонов, например, со мной встречался в Стэнфорде. Кстати, когда люди говорят, вот этот злой Макфол, Антонов на самом деле приехал ко мне и мы его принимали. Он довольно такой жесткий мужик и он действительно отстаивает интересы своей страны и его работа и представляет интересы российского правительства, а не быть моим другом. И это надо понять, конечно, это важно. Но он выступал там и говорил с нами. Действительно интересно, что в начале своего выступления он еще пока не смотрел на заметки, он говорил какие-то хорошие вещи, потом посмотрел на меня и вдруг переключился Америка это, Америка то. Это его работа, в общем-то. Никто здесь в Вашингтоне не хотел с ним встречаться. И он не хотел ни с кем встречаться, потому что его боялись, потому что это расследование насчет России, что люди прослушивают телефоны. И я думаю, с нашей стороны это ошибка. И в то же самое время это ошибка страны России. Людям нужно больше общаться с послом Хансманом, говорить с ним, и можно с ним не соглашаться, но, по крайней мере, не надо бояться встреч с ним. И это в интересах наших стран, большее взаимодействие. А кто, на Ваш взгляд, должен сделать первый шаг в текущем климате санкций, контрсанкций, новой волны санкций и так далее? Сейчас новый дипломат у нас, знаете, госсекретарь Помпео. Может быть, если он направит какой-то сигнал, что это является частью дипломатии, это было бы хорошо, потому что это новый человек, и он может это сделать. Но я Вас понимаю, это нелегко сделать в нынешнем климате. Вы заговорили о новом госсекретаре США Помпео. В последние две недели он активно участвовал в разрешении вопросов с Северной Кореей, а также иранской ядерной сделкой, из которой американская администрация решила выйти. Северная Корея и Иран вообще были главными внешнеполитическими проблемами для администрации. Вот сейчас в Северной Корее, судя по всему, наступает период деэскалации, а с Ираном наоборот. Как Вы оцениваете выход США из договоренности с Тегераном? Я думаю, что это огромная ошибка. Огромнейшая ошибка. Одна из наиболее серьезных ошибок администрации Трампа в том, что касается внешней политики. И там много таких ошибок, но это самое серьезное. Вот по нескольким причинам. Первое, это как оценивать дипломатию, как оценивать решения внешнеполитические. Лучше ли мы ситуации сейчас в плане нашей национальной безопасности, чем до заключения соглашения? Ответ мой, нет. Но для чего это нужно было делать? Некоторые говорят, что это было несовершенное соглашение, тогда были недостатки, и какие-то после того, как временный механизм прекратит действовать. Как что значит временный? 10 лет временный, это довольно продолжительный период. Много что может произойти за 10 лет. Зачем сейчас выходить из этого соглашения? Можно было это сделать через 10-15 лет пересмотреть его? Зачем сейчас-то? А еще один момент. Это изолирует нас. Подумайте о том, совершенно сумасшедшая ситуация. Кому бы, если кто-то постарался объединить Россию, Китай и союзников по НАТО, довольно трудно было бы сделать. Но вот чего добилась администрация Трампа, выйдя из соглашения. И еще, говоря о американо-российских отношениях, конечно, официально Путин говорит, что он сожалеет о решении Трампа, но неофициально ему он очень нравится. Он доволен, что международное сообщество вот здесь вот, а мы, американцы, изолированы в одиночестве. Для него это хорошо с точки зрения мировой дипломатии. С практической точки зрения цены на нефть выросли, рубль укрепился. То есть, это в интересах России. В таком случае, на ваш взгляд, это будет способствовать усилению китайско-российских отношений? Как раз в вашей книге вы пишете «Стадия горячего мира продемонстрировала нам новую динамику, вредную для США, сближение Китая и России». Да, это кое-что новое, что не происходило во время Холодной войны, но сейчас это существует. Я думаю, отношения между Китаем и Россией сейчас ближе, чем когда-либо. Я думаю, в долгосрочной перспективе есть целый ряд проблем, возможно, но не в краткосрочной перспективе. В ближайшее время с этим придется иметь дело, но это не в интересах Америки. Как в таком случае выглядят позиции США и России на Брежнем Востоке? В Вашингтоне сейчас обеспокоены теми военными мощностями, которые Россия продемонстрировала в сирийском конфликте. Ну, конечно, следует волноваться, потому что Россия вернулась. Россия играет решающую роль в Сирии, конечно же. И они помогли Ассаду победить в этой гражданской войне. Мы, американцы, наши союзники, мы разгромили ИГИЛ, но Ассад сейчас разгромил другие силы, которые против него боролись и на западе, и севере страны. Что происходит сейчас, что произойдет, я не знаю. Что делать теперь? Мы разгромили ИГИЛ, и что теперь передать ключи от раки России и Ассаду? Это очень сложная, конечно, ситуация. Во-вторых, и в более широком контексте Путин играет более важную роль, переводя переговоры с Ираном, с сирийцами, с Израилем. Он недавно принимал Нетаньяху премьер-министра на 9 мая. И я вижу, что он играет вот эту роль посредника, и мы сейчас где-то наблюдаем со стороны, и нужно это учитывать. Израиль – безусловный ключевой игрок в регионе. Бениамин Нетаньяху, накануне поддержав выход США из иранской сделки, приехал в Москву на военный парад. Вы, кстати, эти парады еще смотрите? Я смотрю иногда, да. Но, честно говоря, у меня было замечательное время, конечно, когда я был послом еще, я на них присутствовал, на двух, по крайней мере, когда я был послом на парадах. Это была, конечно, очень такая праздничная атмосфера, это очень важный день во многих отношениях. Советские люди, не Сталин, а советские люди спасли мир, практически, от фашизма. Они именно сделали это, и это, конечно, день, который нужно помнить. Не только, что они сделали для своей страны, но для нас тоже. И я всегда старался, когда был послом, говорить об этой Великой Отечественной войне, встречаться с ветеранами. И я был в Волгограде, в Волгограде, я помню, на 70-ю годовщину Сталинградской битвы. Действительно, эмоциональный момент, как я до сих пор помню, я встречался с людьми, которые до сих пор живут, которые воевали в той войне, и они мне сжали руку, крепко говорили, помните, это была наша общая борьба, и было бы здорово, если бы мы вернулись к такому сотрудничеству. Не знаю, можно ли это сейчас сделать, но эти люди спасли мир, и мы должны помнить об этом. Майкл, очевидно, что многие могли бы извлечь большую пользу из опыта вашей работы с Россией, из чтения вашей книги. Да. Я надеюсь, да. Конечно, 500 страниц не каждый быстро осилит. На самом деле, всего лишь 450, а не 500, потому что очень много сносок, я же профессор, я люблю эти сноски. Ну, значит, шансы повышаются. Каковы шансы, что русскоязычная аудитория в какой-то момент получит доступ к этой книге? У меня есть агент, который сейчас ведет переговоры о правах, и пока российские издатели довольно нервно относятся к этому, может быть, для них это слишком горячий материал публиковать это сейчас в России, учитывая некоторые критические вещи, которые я говорю о Путине. Я говорю какие-то критические вещи об Абами, и обо мне, о Макфоле. Довольно честная книга, откровенная. Я, конечно, рекомендую людям прочитать ее. И, конечно, когда-то она будет опубликована в России. Можно опубликовать в Киеве, допустим, потому что я хочу, чтобы это достигло российской аудитории тоже. Майкл, ну и в завершение нашей беседы. Если бы был короткий рецепт, который вы могли бы извлечь из всех размышлений об американо-российских отношениях, по результатам которых вы написали вашу книгу, и предложить людям, которые сегодня на официальном уровне имеют дело с Россией, и, как вы ранее упомянули, в нашей беседе могут не иметь достаточной преемственной информации на эту тему. Что бы это было? Что было неправильно? Мы говорили об этом, с моей точки зрения, имеет большее отношение к внутренней политике России, чем к тому, что мы делали в конце этой перезагрузки. И я знаю, это противоречиво. Нужно, конечно, написать целую книгу, чтобы это объяснить. Это непросто. Но это произошло. И ничего сейчас не поделать. Я не очень без особого оптимизма отношусь к тому, что сейчас Запад мало может каким-то образом изменить Россию. Мы не можем действовать изнутри, потому что Путин вас арестует и назовет вас предателем. Но мы, конечно, стратегии интеграции, тоже вряд ли возможно. Мы примем Россию в какие-то наши клубы, и Россия изменит свое поведение. Это какие-то стратегии, которые были после Холодной войны. И от них сейчас пока нужно отказаться. Нужно стратегическое терпение какое-то. Нужно ждать изменений. Но мы должны, что мы должны сделать, и что нужно сделать, это продолжать сотрудничать с российским народом. И действительно, беспокоит меня очень, что какая-то русофобия, которая существует сейчас в нашей стране из-за этих всех расследований. Но нам нужно проводить четкое различие между критикой российского правительства и Владимира Путина и принятием российской культуры, российской истории, российского народа, что я считаю, просто фантастическая страна, фантастические, замечательные люди. И я могу это делать, как американец, сейчас в отношениях с Белым домом, потому что не является чем-то непатриотичным критиковать президента Трампа. И всегда все равно считать, что моя страна, великая страна, замечательная страна, а я это делаю, для меня огромная честь представлять страну, которую я люблю. Мне нравилось, когда меня возили в этом огромной черной машине с флагом американским, и мои охранники иногда говорили, может, следует снять этот флаг, чтобы люди не замечали, не знали, кто мы. Я говорю, ну ладно, ребят, вы что, у нас это огромный черный кадиллак, две машины, два джипа огромных, с Абербаном. Вы что, я хочу, чтобы действительно этот флаг развивался, потому что я гордился этим. То есть нужно, конечно, проводить различия между правительством и народом, и это будет одним из моих советов для тех, кто сейчас говорит о американо-российских отношениях. Ну что же, нам удалось найти сегодня оптимистичную ноту, на которой мы заканчиваем эту дискуссию. Майкл, спасибо вам большое за книгу, за работу, которую вы делали, и делаете ей, и знания России, которыми вы здесь, в Америке, делитесь. Я надеюсь на наши новые встречи в этой студии. Замечательно. Это было просто замечательный, интереснейший разговор. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Спасибо.